Всем привет! Мы в клубе «187 БЖЖ» и, удивительная случайность, мы встретились с двумя матерыми, я бы сказал, компетиторами из двух разных очагов БЖЖ в России – из Москвы и из Дагестана. Хорошо, тогда про Сарева. В рамках сложившейся ситуации, текущей в России и в рамках того представленного меню Федерации сводов правил, которые есть у нас на территории Российской Федерации, по вашему мнению, какие турниры идеально подходят с точки зрения конкуренции для того, чтобы развиваться в этом виде спорта спортсменов? Я скажу, что номер один турнир, конечно, это Неваза, потому что на чемпионате России, например, я провел пять схваток вместе с финалом, также я выступаю за Тульскую область, был чемпионат Тульской области у меня в ноябре, там я провел четыре схватки, что тоже немало, потом еще также был чемпионат Центрального федерального округа, там я три схватки провел, что тоже немало. на самом деле, если мы берем условно турнир, там или любой турнир, даже в Европе IBGF, там в 2018 году условно там в черных поясах боролся три-четыре человека, но это две схватки максимум, то есть можно отлично побороться, понабарываться. РГСА турниры хорошие, там в экспертах собирается народ, но тоже там пять схваток точно в весе, ну весе очень сложно сделать, если в абсолютку идти, то можно конечно, ну если человек прям хочет отбороться, полноценный турнир, то да, советую выйти на РГСА и в абсолютку заявиться. Мне последний очень понравился Король Партера, я там сделал две схватки весе, две в абсолютке. По черным поясам? Там объединение черные и коричневые пояса, то есть мне кажется, для России идеально такой дивизион объединенный делать, потому что, ну черные пояса, все мы знаем, не очень часто выступают, а вот там молодые парни коричневые пояса очень рвутся в бой, в общем. Ну да, поэтому наверное и на РГСА объединились. Или пурпуро-черное-коричневое в категории? Я считаю, что в данный момент это очень правильная практика, очень правильная практика, чтобы черные пояса, которые хотят там, у них нашлась возможность куда-то выехать побороться на какой-нибудь международный крупный турнир, имели непосредственно опыт соревнований, и даже не важно, что там нет черных поясов, потому что очень важно перед крупным международным стартом пройти именно вот этот мандраж, весогонку, то есть именно протестировать тебя в условиях такого стресса соревновательного. В прикладных к джиу-джитсу видах спорта. Мандраж, весогонка, это я считаю вообще отдельный вид спорта весогонка. Ильдар, твой топ турниров, которые, по твоему мнению, прям идеальны для того, чтобы развиваться и расти в борьбе? Для моего развития особенно положительную роль играют турниры, где хорошо платят. Это прям сразу же повышает мой скилл соревновательный, поэтому я перечислил свой топ, это, ну, не топ, как бы я в общем перечислю федерации, даже не федерации, турниры, да, и как бы и в плане их выплат, и в плане их медиа составляющей, Fighting Sport Arts, DCC Championship, который мы сейчас ждем, RGSA тоже платят своим атлетам, поэтому и любой турнир, который будет, так скажем, атлет должен видеть плоды своей работы. Лично сейчас я уже наборолся очень много, у меня целая стена этих медалей и кубков, мне сейчас хочется получать отдачу и тренер, и готовиться, тратиться на свою диету, гонять вес и вообще напрягаться за просто так, не знаю, у каждого свои приоритеты, но это сейчас так, на начальном этапе все должны бороться везде, я боролся на разных турнирах, я боролся на турнирах, на которых, возможно, не стоило бороться, то есть шел турнир, организаторы уходили, и турнир шел сам по себе, и такой опыт тоже бывает, 100%, опыт тоже есть, то есть на начальном уровне, пока человек становится, как компетитор, он должен бороться везде, ему не должно быть, как бы, он не должен смотреть, платят, мне не платят, тебе пока что не за что платить, ты должен сделать себе имя, потом уже посмотрим, как бы, да, а сейчас у меня вот такое положение. Значит ли это, что призовые являются единственной мотивацией для выступления черных поясов у нас в России, или, типа, мол, нет, призовых не буду выступать, есть такое, является ли это основной причиной не выступления черных поясов в России? У меня скажу, такого нет, хотя я считаю, если честно, я не знаю, согласятся со мной те, кто смотрит интервью, или вы согласитесь, мне кажется, там, я всем уже давно все заказал, я там, увы, боролся на одном уровне и с бразилами, и выигрывал бразилов, и на уровнях чемпионата России хорошо себя показывал даже, выигрывал иногда чемпионаты России, и на международных турнирах себя показывал, то есть, в принципе, я реально могу уже там, условно говоря, начать себя там медийно пиарить, везде, где только можно начать зарабатывать, там, с персоналок, там, не знаю, открывать новые группы в новых залах, это, да, конечно, это полезно и правильно, и так стоит делать, но у меня до сих пор еще какой-то голод остался, я, то есть, всем вокруг я все доказал, но, в первую очередь, тебе я не все доказал, я еще зарубиться хочется. Зарубиться очень хочется. Где в ближайшее время зарубишься? Да, я просто сглазить не очень хочется, так есть надежды, что куда-нибудь поеду, просто боюсь сказать и в итоге не поехать, поэтому оставлю это тайно, а вы за мной проследите, когда я туда поеду. Уж мы-то проследим. И выиграю. Опять же, это пуп-пуп, жалко, что пол-то не деревянный. Ильдар, ты считаешь, что отсутствие призовых – это основной демотиватор для выступления черных поясов? Мы возвращаемся к вопросу о том, считаю ли я себя профессионалом, так как я считаю… Мы все время вокруг этого немножко ходим сегодня. Да, так как я себя считаю профессионалом, это единственный род деятельности, которым я зарабатываю себе на жизнь. Ну, да, для меня – да, определённо. Ну, хорошо, так же. У меня есть одно «но». Если, к примеру, мне предложат сватку с топовым атлетом, прям реально мировым уровнем, и победа над ним даст мне, так скажем, хорошие дивиденды, я готов и как бы на это закрыть глаза. То есть, всё зависит от ситуации. Но если ты считаешь себя профессионалом, а профессионал – это тот, кто зарабатывает на том, чем он занимается. Даже если ты выступаешь на высоком уровне, прям чемпион планеты, если ты этим не зарабатываешь, ну, какая-то профессия. Тогда сразу следующий вопрос. Кто мог бы быть вот этим вот топовым атлетом, с которым ты бы захотел восхищать? Он уже был, Крейг. Потом… Так, ну давай дальше. Сейчас я не знаю. С Крейгом бы осталось чувство недосказанности? Нет. Хочется повторить? Опять же, конечно, хочется. Мне со всеми, с любым хочется, кто так или иначе известен в этой индустрии. Поэтому любой, у кого есть имя, если это организуют… Ну, в то же время, заплатить мне по-любому должен. Это не обговаривается. Влад, ты бы с кем зарубился из топов? Западных топов возьмем? Там, американцев, борозильцев, не знаю. Может, норвежцы тебе больше нравятся? Я бы зарубился с Лангакером. Я угадал с норвежцами. С Диего Патта. И этот… Кого я хочу выбрать, представляю? Вот этот Хакаги, который это ногой топает. Мне не нравится, как он ногой топает. Фабрисио Андри. Да, да, вот я с ним зарубился. Да, да, да. Чисто за этот вот понтовый жест, да? Да, да, да. Я бы с ним зарубился. Он просто анимешник за это все. Он нефор. Мофор. Нефор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!